Добрый день! На телеканале ОРТ Планета время новостей. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу в городе и области. В студии Анна Втюрина. В Оренбурге вновь произошел крупный пожар. 22 единицы техники тушили возгорание в частном жилом доме. 10 боевых расчетов и 30 человек личного состава. С огненной стихией пожарные боролись почти 5 часов. Ситуацию осложнил сильный порывистый ветер, который только добавил огню силы. Клубы дыма от полыхающего дома видны за десятки метров. Пожар возле железнодорожного переезда в Степном напугал и местных жителей, и тех, кто работает неподалеку. Известно, что в момент ЧП в доме находилась хозяйка. Спасатели вывели женщину из дома, но она успела надышаться угарным газом. Сейчас Оренбурженко в больнице. Как рассказали соседи, пожар мог произойти из-за того, что не выдержала электропроводка. В доме не было отопления, и женщина включила обогреватель, из-за чего и произошло короткое замыкание. Проверить эту информацию и установить точные причины еще предстоит специалистам. Сейчас в доме никого нет, только испуганные животные в ожидании своей хозяйки. Обгоревшие стены, обугленные комнаты. За несколько часов огнем уничтожена пристройка и вещи. Пожар едва не перекинулся и настоящий во дворе автомобиль. Здесь на 10-й линии всего 5 жилых домов, но из-за особенностей застройки все они сегодня ночью были под угрозой. В региональном МЧС ежедневно не перестают напоминать жителям области о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. Только с начала этого месяца в регионе произошло больше 40 пожаров. 8 человек попали в больницу, четверо погибли. Причина этого пожара выясняет следствие. Между тем, в России проходят проверки газовых служб после взрыва газа в городе Иваново. Напомним, воскресенье ЧП произошло в многоквартирном доме, в результате чего обрушилась часть жилого здания. Многие оказались завалены обломками, 6 человек погибли. Первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов распорядился провести на всей территории страны проверку состояния газового оборудования в жилых помещениях. В ближайшее время специалисты побывают с проверками и в домах оренбуржцев. И к другим темам. В Москве в Совете Федерации в эти минуты начались парламентские слушания по бюджету, которые в будущем году обещают быть жестким и напряженным. По итогам сегодняшнего публичного чтения будут выработаны рекомендации для рассмотрения главного финансового документа страны в Государственной Думе 18 ноября. От Оренбургской области в слушаниях участвуют депутаты Госдумы, министр финансов, спикер регионального парламента. Накануне визита в Москву Сергей Грачев в интервью нашему телеканалу отметил, что пока не все бюджетные параметры известны, а следовательно точно не определены объемы всех межбюджетных трансфертов. В бюджете Оренбургской области на 2017 год и ближайшую трехлетку из федерального бюджета тоже пока нет полной ясности. Мер бюджетные трансферты в виде дотации, бюджетного уравнивания, по программам, на софинансирование и так далее, они должны увеличиться. Мы вправе на это рассчитывать, потому что до сих пор 70% налогов, собираемых в Оренбургской области, уходит в федеральный бюджет. И мы вправе рассчитывать на то, что вернется гораздо большая сумма, чем у нас сегодня заложено в бюджете. Оренбургские кадеты завоевали первое место на параде памяти, который накануне прошел в Самаре на площади имени Куйбышева. В этом году он был посвящен 75-летию исторического парада в запасной столице и присвоению Самаре статуса город трудовой и боевой славы. В параде приняли участие около 30 тысяч человек со всех регионов Приволжского федерального округа. О том, как прошло историческое шествие, в материале Диляра Абусевой. Несмотря на волевой взгляд и полную готовность, оренбургские кадеты немного волнуются. Через пару минут они промашируют по главной площади запасной столицы Советского Союза Куйбышева, как когда-то солдаты Великой Отечественной. Прадед Рената Яникеева в ноябре 41-го также чеканил шаг, но только по московской брусчатке. Гордость быть на этом параде – это память наша, которую мы не должны забывать, мы должны ее чтить. В боевом строю со штандартами в форме времен 41-го года участвуют военнослужащие из семи воинских частей, воспитанники военных и кадетских училищ со всего Приволжского федерального округа и впервые юноармейцы. Сегодняшняя акция – это большое подтверждение тому, что Россия – серьезное, большое, державное государство. И расчет, который сегодня прошагает по площади имени Куйбышева от Оренбургской области, говорит о том, что наша Оренбургская область участвует во всех мероприятиях, посвященных прежде всего воспитанию патриотизма молодежи. Несмотря на холодную погоду, на площади собралось около 30 тысяч участников, гостей и жителей Самары Куйбышева, запасной столицы Советского Союза. Именно здесь 7 ноября 41-го года прошел военный парад, чтобы продемонстрировать всему миру военную мощь Советского Союза. И сегодня на площади Куйбышева на два часа история встречается с современностью. На плацу – боевые машины времен Великой Отечественной войны, а в небе – гордость советской авиации Як-52 и ПО-2. Очень патриотично, это очень значимо, и это очень хорошо, что партия «Единая Россия» возродила и создала этот проект «Парад памяти». Это очень здорово. Мы же понимаем, что кто не помнит своей истории, у того нет будущего. Через молодое поколение, через субъекты Российской Федерации, здесь 14 субъектов Российской Федерации, через них мы передаем эту память, через поколение, которое мы передаем. Другого сегодня трансформации нет, только через мероприятия, которые такое масштабное проводят. Я благодарен людям, я благодарен сегодня правительству Оренбургской области, которые сегодня поддержали. Главные зрители – ветераны, а также представители иностранных ведомств, эвакуированных в годы войны в Куйбышев. И после того, как в небе разлетятся сотни листовок с истории парада в 41-м, по площади проходит бессмертный полк. Спасибо за память потомки. Спасибо за верность потомки. 25 тысяч человек прошли по площади памяти. Организаторы планируют увеличить в будущем колонну в разы. Ведь парад памяти, как и присвоение статуса Самаре, героя трудовой и боевой славы для нынешнего поколения – восстановление исторической справедливости. Для Рабусева, Владислав Горбунов, Новости дня. А сейчас короткая реклама. Через несколько минут продолжим выпуск новостей. В Оренбурге сегодня открылся первый мужской монастырь. Он освящен в честь святого великомученика Дмитрия Солунского и располагается на базе одноименного храма в областном центре. Первую божественную литургию в новой обители совершил архиерей Оренбургской епархии, митрополит Оренбургский Сорокташский Вениамин. Во время литургии он возглавил чин поставления иеромонаха Варнавы в Ягумена с ручением посоха, знака власти над верной ему обителью. Этот храм, в который я когда-то ходил еще до своего монастыря, он пережил очень многое. Он был заложен когда-то благочестивыми людьми. Он пережил и годы запустения, когда здесь в этом храме сделали кинотеатр. И он же пережил одним из первых в нашем городе возрождение духовное. Напомним, открыть мужской монастырь на базе Дмитриевского храма было решено 21 октября 2016 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с прошением преосвященного митрополита Оренбургского и Сорокташского Вениамина. На сегодняшний день обитель – это единственный мужской монастырь на территории нашего города. В Новосергиевке 12 детей-сирот и 9 семей, переселяемых из аварийного жилого фонда, обрели свое собственное жилье. В гостях у новоселов побывала и наша съемочная группа. Этот дом сдан в сентябре. 33 квартиры в ожидании своих владельцев. Для многих государственная программа – единственный способ обрести крышу над головой. Работала я как бы кассиром в магазине, но там невозможно как бы накопить на квартиру. Ой, мурашки бегут по телу. Скорее охота получить и зайти в новый дом. В этом году 35 детей-сирот Новосергиевского района уже обрели свое жилье. Из ветхого аварийного фонда расселено 114 человек. Хочу сказать большие слова благодарности в адрес руководства области, Сергеевич сказал, губернатора, правительства, который представляет наш земляк Сергеевич Балыкин, в том плане, что мы имеем возможность активно работать по тем программам, которые поддерживаются рублем, хорошим рублем, федерального и областного нашего бюджета. Только в 2016 году на обеспечение жильем детей-сирот в Оренбургской области выделено более 400 миллионов рублей. 360 из них из областного бюджета. Жилье получат 456 человек. По программе переселения из аварийного жилья за последние три года в области более 6,5 тысяч человек получили комфортное и безопасное жилье. Планируется еще до 1 сентября 2017 года создать безопасные условия для 6-9 тысяч человек. То есть программа выполняется, работает, есть районы-лидеры, есть там, где приходится нам усиливать работу. Поэтому сейчас ежедневно во вторник мы проводим селекторное совещание с теми территориями, к которым необходимо еще подтянуться. Семья Володиных не один год вынуждена была снимать жилье. Ключи от собственной квартиры стали приятным и неожиданным подарком. И зал такой большой, клево вообще. Сыну тебе нравится? Держи скорее. В квартире чистовая отделка, установлена сантехника, работают все системы коммуникаций. Хорошо, что существует вот эта вот программа по обеспечению жильем. То есть очень даже хорошо помогает. Сегодня ключи получили 12 детей-сирот и 9 семей, переселяемых из аварийного жилого фонда. Осталось только по своему вкусу обставить квартиры мебелью. Инна Маркелова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Теннисисты со всей страны скрестят ракетки в областном центре. С 9 по 12 ноября в Оренбурге в центре настольного тенниса пройдет турнир памяти Виктора Черномырдина. Соревнования такого уровня проводятся в Оренбурге уже в шестой раз и дают право борьбы за звание мастеров спорта. На участие заявились более 150 спортсменов. География участников широкая. От Дальнего Востока до Москвы. Турнир, посвященный Виктору Степановичу Черномырдину, уже традиционный у нас. Проводится уже много раз. Я его еще начинал в свое время. Пользуется большой популярностью в России. С каждым годом у нас все больше участников соревнований. Мы приглашаем всех любителей настольного тенниса Оренбурга и Оренбургской области на наш турнир, посвященный памяти Виктора Степановича Черномырдина. К этому часу это все новости. Более полная картина дня в наших вечерних выпусках. Следите за новостями и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова